А существенно не важно, а существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенно не важно, доктор Волощук СД, СД, СД. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии. Сегодняшний, девятый по счету выпуск рок-поэзии мы решили провести в прямом эфире. Мы – это наша команда группы Волощука СД. Почему мы решили так сделать? Во-первых, во время первого эфира я сумел ответить лишь на немногие вопросы, а желающих получить ответы было намного больше. Да и после эфира, проанализировав вопросы, я увидел, что на многие из них мне и самому хотелось бы ответить, так как ответы на них проясняют и мою позицию в музыке, и мою жизненную позицию. Это первая причина, почему мы решили провести рок-поэзию в онлайн-режиме. А вторая причина будет продолжением первой. Этот выпуск рок-поэзии я решил сделать тематическим, посвященным непосредственно самой рок-музыке. Мне захотелось изложить свое видение основных критериев рок-музыки и причин, порождающих эти каноны в стихах. А онлайн-режим позволит любителям рок-музыки позадавать мне вопросы и о музыке, и о поэзии, и об отличительных особенностях рок-музыки. В конце эфира, к тому же, я разыграю вот этот интересный эксклюзивный приз – пивную кружку с логотипом группы Волощук СД. На этот раз ленту комментариев я отключать не буду, но отвечать на вопросы начну только после того, как раскрою основную тему сегодняшнего онлайн-эфира. А чтобы ваши вопросы за это время не потерялись, мой помощник будет записывать наиболее интересные из них и затем передаст их мне, и будет продолжать их записывать и дальше, и передавать мне. Чтобы я не всматривался в экран смартфона и не вчитывался, как я это делал в прошлый раз, теряя на это время. Вступительную часть я закончил и, с вашего позволения, начну. В первом стихотворении я расскажу о том, что же заставило меня заняться теоретическими исследованиями рок-музыки. Расскажу о том парадоксе, с которым столкнулся я, когда решил посвятить свою жизнь рок-музыке и рок-поэзии. Стихотворение называется «Только недавно заметил». Только недавно заметил странный один парадокс. Можно сказать даже нонсенс. Всем к размышлению толчок. 70 лет уже люди с запада и на восток Дружно танцуют под песней в стиле с названием рок. Даже невзрослый, ребенок, рок узнает без труда. Можно сказать, что с пеленок рок в нас живет, господа. Но если спросишь у парня даже большой рок-звезды, чтобы невысокопарно терминами объяснил, что же рок-музыка это, как отличить от попсы, точная суть в чем предмета, ты же знаток, объясни. Только в ответ мы услышим басни про драйв, снос башки, про барабаны, гитары, только о роке. Ни-ни. Скажут мои оппоненты. Может не знать музыкант. Музыковеды, доценты, все тебе скажут. Отстань. Спрашивал я у доцентов, спрашивал у докторов. Только не знают ответа. Нет в этом деле спецов. Но я скажу еще больше. Может вам станет смешней. Не существует в природе книг, монографий, статей, что разъясняют народу, что же такое есть рок. Только рассказы про хиппи и знаменитый вудсток. Все вроде все понимают. Все как собаки умны. Смотрят в глаза и не знают, как же им рок объяснить. Вот и пришлось человеку из посторонней среды первую сделать попытку музыку рок объяснить. Он происследовал стили, жанры и инструментал, техники, аранжировки. Разницы не увидал. И вот тогда обратил он взор на английский язык, тот, на котором так чудно рок изначально возник. И оказалось, что точно, именно ритм языка сделал звучание рока неповторимым, друзья. В этом особенность рока, неповторимость его, в ритме вокала, в синкопах, что в языке глубоко. И кто же тот одержимый, что смог критерий понять? Доктор наук один русский, волощуком его звать. Во втором стихотворении я расскажу о том, как все мы странно устроены. Считаем, что во всем разбираемся лучше других. Особенно в простых, на наш взгляд, вещах. Таких, как музыка, спорт, этика, эстетика. Мы замолкаем только в тех случаях, когда дело касается ядерной физики или высшей математики. И то не все замолкают. Ну, а уж если говорить о рок-музыке, то здесь все специалисты, и стар, и млад, не задумывающиеся над тем, что это такое же профессиональное занятие, как и любое другое. И вот когда я стал докладывать людям результаты своих исследований особенностей рок-музыки, то в ответ у меня услышал только задорный детский смех. Ведь все ж все знают. А тут какой-то волощук СД с какими-то критериями. Рассказывает что-то и не понимает, что у людей давно и прочно сложились шаблоны в голове, что в рок-музыке можно играть и петь как попало. Поэтому мои попытки систематизировать представление о рок-музыке и сказать, что это такой же жанровый стиль, как и любой другой, и он обладает конкретными индивидуальными критериями, и по сей день вызывает только хохот у просвещенной публики. На прошлой неделе я даже спел песню на эту тему под названием «Как хорошо, когда?». Также в этом стихотворении я расскажу о том стиле, который в отсутствии теоретического понимания рок-музыки плотно заполонил эфир и наших радиостанций, и нашего интернета. Я сам назвал его хэви-метал-попсо-шансоном. Это когда бездумно мешают в одну кучу различные стили попсу, хэви-метал, шансон, рэп, эстраду, все что угодно. И при этом добротно заправляют все это матерщиной, социальной злободневщиной и тупым акином. И называют эту смесь русским роком. Вот об этом и будет мое следующее стихотворение с названием «Мы обсуждаем все». Мы обсуждаем все. Политику, балет, футбол, соседи, джаз и рок-н-ролл. Не переносим только критику в ответ. Ведь мы безгрешны, и над нами ореол. И вот что странно. Мы убеждены, что разбираемся во всем лучше других. Мы точно знаем, что еще не рождены, кто знает что-то лучше нас самих. Но разбирается особо наш народ в рок-музыке. Не знал я это сам. Пока не начал часть своих работ выкладывать в Ютуб и в Инстаграм. А там мне быстро объяснили, что мои? Все сочинения – это совсем не рок, это дерьмо собачье, это лишаи. Сказали, брось это занятие, дедок. Еще сказали, что я кринж и странный фрик. Не знал тогда еще я этих мудрых слов. Исчезни, говорят мужик, как и возник. Играем мы хэви-металл попса-шансон. Решил тогда узнать я, что за стиль, который очень модным стал сейчас. И почему мой рок-н-ролл надо в утиль, ведь он классический и в профиль, и в анафас. Узнал я, что хэви-металл попса-шансон – это токсично-экликтический коктейль, когда мешают уголовный лексикон с попсой и хэви-металлом в кисель. От тех, кто видел все, берут шансон. От хэви-металла тяжелый звук гитар. А от попсы берут они шаблон пения в такт и создают репертуар. И получается, ни рок и ни шансон. Ни хэви-металл, ни попса – один лишь шум. Кричатся сцены шуму в унисон. Причем о чем попало – наобум. Такая вот история, ребята. Забыли люди, что такое рок-н-ролл. Волощуку СД приходится обратно напоминать, что хард энд хэви – не попса и не шансон. В следующем стихотворении я буду говорить о той глубинной, внеземной причине, которая является первоосновой всего, что есть в этой вселенной. В том числе и первоосновой – исключительных особенностей речи любых народов и их национальной музыки, на которую наложила неизгладимый отпечаток окружающая природа и то место земного шара, в котором они проживают. Везде разная ритмика. Я буду говорить о ритме как незримой основе всей нашей жизни. И в моей теории рок-музыки именно ритм, и в первую очередь его производная, вокальная ритмика, и является главной отличительной особенностью рок-музыки. И порождена эта роковая вокальная ритмика ритмикой английской речи и английского стихосложения, которые, в свою очередь, сложились под влиянием ритма той местности, той части земного шара, где исторически проживали англосаксы. Стихотворение называется «Ритм предначало жизни». Ритм, на мой взгляд, основа. Ритм предначало жизни. Ритмом вселенной скованы мир весь, им наши мысли. Солнце в железном ритме, в тысячи лет длиною, в бешеном алгоритме, кружит всех нас собою. Наша Земля несется в более кратком ритме, кружится вокруг Солнца и не боится сбиться. Да и Луна, та тоже, в темпе очень приличном, вокруг Земли летает, тоже очень ритмично. Ритм задают светило закатом и восходом, вечным морским приливом, да и временам года. Те в свой черед – источник всего живого в мире. Ритм дают очень точный каждому организму. Дышит ритмично каждый, пульс наш ритмично бьется. Здесь никаких поблажек, здесь не до сумасбродства. Музыка – царство ритма, времени порождения. Связь со вселенским битом дарит нам наслаждение. Речь наша человечья тоже прошита ритмом. Каждый язык отмечен собственным алгоритмом. Речь порождает песни с своеобразным ритмом. И потому так много песен различных видов. Красочная фламенко – ритм заводной испанский. Фаду придал оттенки, ритм плавный португальский. Сладкие сиренады создали итальянцы. Блюз, рок-н-ролл и кантри дали американцы. И если мы желаем петь рок-н-ролл по-русски, речи американской ритм нами быть должен узнан. Если же к рок-н-роллу русский мы ритм пришьем, то создадим прикол мы – хэви-металл попсо-шансон. Ну и так как я доктор наук, профессор, то у меня есть одна хорошая привычка. После прохождения каждой темы устраивать повторение пройденного материала. Эта моя профессорская привычка вызывает улыбку у многих шибко умных студентов, которые считают, что это ни к чему, что они и так все хорошо знают и помнят. Но не просто так. В самолетах перед каждым взлетом повторяют правила безопасности. И в караул, когда солдаты заступают, тоже обязательно повторяют устав караульной службы. Потому что те, кто писал эти правила, очень хорошо знают, что человеческой памяти свойственно забывать все подряд. А кончается эта забывчивость, как правило, кровью, которой написано и тот самый устав, и те самые правила безопасности полетов. В рок-музыке последствия, на первый взгляд, не так трагичны. Но это только кажется на первый взгляд. Потому что здесь действует отложенный эффект. Так как непонимание или разрушение понимания стилистики постепенно и незаметно приводит к неудачам, к непониманию того, почему не получается добиться выдающихся результатов, а в итоге приводит к формированию у человека психологии неудачника и завистника, а соответственно, трагедийности восприятия собственной жизни. По этому повторению, которое мать учения, я и посвящаю свое следующее стихотворение с названием «Кто-то всю жизнь накапливает истины». Кто-то всю жизнь накапливает истины, кто-то всю жизнь накапливает опыт, но есть, которых называем мы танкистами, хоть кол на голове тиши, все не доходит. Поэтому я повторю для тех, кто в танке, что в роке ритмика особая своя. Фраз окончания здесь синкопируют обычно, слова поют здесь мелодично говоря. В классической рок-музыке распевно не произносят окончания слов и окончания фраз сдвигают влево. Все обусловлено английским языком. В несовпадении метрических акцентов с акцентами ритмическими здесь и есть оригинальность сочетания компонентов рок-музыки – аутентичный срез. Синонимом рок-музыки синкопа является это ее душа, в вокале это главная особа, в гитарных риффах тоже главная она. Такая вот особенность у рока. Здесь не поют распевно, точно в такт. Обычно так поют народные напевы, в попсе так делают и на эстраде так. Смеются надо мной танкисты рока. Какой ты, говорят, смешной пижон. Играют, веселятся, невдомек им, что создают они хэви-металл попса-шансон. Раскрытие темы я закончил. Надеюсь, вам было интересно. Теперь готов отвечать на ваши вопросы, которые сейчас мне подаст мой помощник. Хочу обзор на Слепнот. Да я сам хочу погрузиться в музыку этой группы. Достойная группа, сразу скажу, очень достойная. Самому было бы интересно сделать обзор на эту группу, но у нас свои планы существуют. Ну, когда-нибудь доберемся и до Слепнота. Мессия русского рока. Ну, понимаю вашу иронию, я об этом в стихах и говорил. Где синкопы в стихотворении? Ну, в любом языке существует собственная ритмика. Поэзия – это вообще ритмически организованная речь. Не рифмически, а именно ритмически организованная речь. В любом, в белом стихе, в верлибре существует ритмика. И это понимает тот, кто это сочиняет. Если в стихе нет ритмики, то это не стих, это проза. И второе. А синкопы – это музыкальный термин. В стихах они не нужны. Обращаюсь к детям Волощука СД. Ваш отец сошел с ума. Ну, на эту тему у меня был стих хороший. Что я буду рад, если я буду творчески безумным. И я надеюсь, что я такими являюсь. Думает ли Волощук расширять свои изыскания на всю культуру в целом? Как рок изменил сознание и философию? Я понимаю, еще раз говорю, что очень трудно расставаться с шаблонами в голове и слышать что-то непривычное. Но тот человек, который сам сочиняет рок-музыку, он в это упирается. Почему его музыка не похожа на англосаксов? Почему на родоначальников не похожа? Вроде бы играет хорошо, барабаны стучат. Все классно, не похоже. А потому что поет по-другому. Расширять свои изыскания на всю культуру? Ну, я думаю, что это не под силу даже целым научным коллективам. Да, у меня такой и задачи нет. Моя задача – сочинять хорошую рок-музыку. Вот это единственная у меня задача. И стихи приличные. Вы лучший. Спорить не буду. Поэзия – это навык или вдохновение, по-вашему? На эту тему многие говорили. И мне нравятся многие выражения. Допустим, Хосе Артега и Гассет, один из моих любимых философов, считает, что поэзия – это метафора в движении. Я с ним полностью согласен. Но мне нравится и выражение еще Иосифа Бродского, которого спросили про навыки как раз, про технику поэтическую, как научиться писать хорошие стихи. А он ответил, говорит, а этому не научишься, техника здесь не поможет. До этого доживаешь или нет? Мне очень нравится это выражение, потому что если человеку нечего сказать людям, то никакая техника ему здесь не поможет. Когда вы все успеваете? Да я просто не трячу время попусту. Я не распыляюсь, вот и все. Я живу полноценность жизнью. Поэтому я успеваю и деревья подрезать с кустарниками, и пруд выкопать, пригласить в компанию какую-нибудь, и стихи сочинять, и любить своих родных и близких, и любить рок-н-ролл и сочинять его. Но для того, чтобы этому научиться, я своим детям всегда говорю одну фразу. Делайте всегда одно дело одновременно. Не надо корчить из себя Юлия Цезаря, которым восхищались, что он может семь дел одновременно делать. Так не делается. Нужно заниматься только одним делом. Вот тогда ты будешь все успевать. Поэтому нельзя. Читать книгу, и тут же есть, и тут еще что-то писать, и к кем-то разговаривать по телефону. Это путь к отшибанию памяти. Как у любого яркого артиста, у вас помимо поклонников очень много смешных хейтеров. Значит, вы все делаете правильно. Ну, я могу сказать одно. Я хоть человек и новый в музыке и в поэзии, но я многое просмотрел перед тем, как посвятить свою жизнь рок-музыке и рок-поэзии. И, конечно же, я обратил внимание, что основную массу наших музыкантов не критикуют. Вообще не критикуют. Ну, нету такого. На меня же накинулись, как бешеные собаки. С одной стороны, я повторюсь, я, конечно же, благодарен, потому что люди такой хайп подняли вокруг моего имени, что это помогает мне продвижению моего творчества в массы, будем говорить так. А с другой стороны, я понимаю, почему они это делают. Да потому что это непривычно. Это не похоже на других. Их не критикуют, потому что они одинаковые. Под гребенку. Очень большая масса хэви-метал попса-шансона. Играть научились. Великолепно все. Петь не умеют. Поют ни о чем. Поэтому их не критикуют. Поэтому я благодарен судьбе и хейтерам, что они меня критикуют и привлекают внимание к моему творчеству. Он ничего себе умный. Я бы его каким-нибудь министром назначил. Помните рассказ, я не помню, про какого-то императора римского, которому, он сказал, отдал власть просто так. И пошел выращивать капусту. Мне не нужны министерские кресла. Я этого наелся вот. Я министром не был, конечно. Но я предпринимателем был 30 лет. И общался и с министрами, и с депутатами. В Госдуме был в двух экспертных советах экспертом. Поэтому я этого наелся вот так вот. Мне больше не хочется. Я хочу заниматься рок-н-роллом. А как вы относитесь к джазу? По моему мнению, в джазе могут преуспевать все те же синкопы. Но подаваться они могут по-другому. Я уже говорил, еще раз повторюсь. Я к любой хорошей музыке отношусь прекрасно. К джазу, к блюзу, к рок-н-роллу, к хард-року, к хэви-металу, к попсе, к эстраде, к шансону, к рэпу. Любая музыка может быть прекрасной. В любой музыке есть шедевры. И я восхищаюсь многими людьми в любом стиле. Если они это делают стильно. Когда же люди начинают бездумно мешать разные стили, это у меня вызывает негодование просто. Какое-то возмущение вызывает. Когда люди поют по попсову и говорят, мы рокеры. Ну какие, вы рокеры, если вы петь по рокерскому не умеете. А к джазу? Ну джаз это прекрасная музыка. И тут еще мне один такой момент. Ну никто не предъявляет к джазу претензии. Это стало классикой. Более того, чтобы заниматься джазом, нужно быть очень образованным музыкантом. Потому что это сложнейшая музыка. Она так же, как и в роке, она очень синкопирована. Более того, она разноритмична. Если в роке привычный ритм, четыре четверти, то там используют множество ритмов. Это сложная музыка очень. Она требует знания музыкальной грамоты. Иначе там удержаться в коллективе невозможно просто. Но почему-то то, что я играю в хард-рок, все говорят, ты отстойный. Так тогда и джаз отстойный. И блюз отстойный. Я играю в хард-рок. Да, ребята, я играю в хард-рок. В новом звучании. С переосмыслением новым того, что мы видим. Другими мыслями я говорю старый, избитый истинный. Но по-другому я говорю. Так как это требует от нашей жизни сейчас. Поэтому джаз. Да джаз я обожаю. Хороший джаз, да что вы. Это прекрасные вещи. Недавно был на концерте Игоря Бутмана. Ну как недавно, до коронавируса. В Международном доме музыки. Оркестра Игоря Бутмана. Высший пилотаж. Здравствуйте. Расскажите. Вы в своем блоге про каждого из участников группы Волощук. А, расскажите. Хотелось бы узнать о них побольше. Наша группа студийная. И то, что я привлекаю своих детей, которые все закончили музыкальную школу по классу различных инструментов. Удар на установке, гитара, барабаны. Ой, удар. Пианино. Но у них свое видение мира. У них свое призвание. Будут ли они заниматься музыкой дальше, неизвестно. Сейчас они мне помогают. Но я не собираюсь заставлять их этим заниматься. Пусть они занимаются чем захотят. Я их поддержу в любом начинании. Поэтому я думаю, что это преждевременно. Называть участников группы Волощук АСД. Потому что она будет реформироваться, устаканиваться. По мере того, как мы будем выходить на открытые концертные площадки. Потому что дети учатся все. Я не смогу их таскать по концертам. Мне придется набирать профессиональных музыкантов. Это я даю объявление такое. Для тех, кто умеет хорошо играть. Я буду брать сюда только профи. Высокого класса. Когда будет тур? На следующей неделе мы начнем репортаж о том, как мы строим свою репетиционную базу. Поэтому тур будет только после того, когда мы ее построим, оснастим. Наберем музыкантов. Начнем репетиционный период. Отрепетируем все. Дадим пару стрим-концертов. Сначала в онлайн-эфире. И только потом мы выйдем на концертные площадки. Работая профессионально. По-другому мы не будем никуда выходить. Поэтому тур будет, я надеюсь, конец года. Начало следующего года. Никто не спорит насчет теории вообще. С чего вы взяли, что вы умеете петь? Да, петь как оперный певец я не умею, это точно. Но в рок-музыке люди поют как хотят. Самое главное ритмику рок-музыки, вокальную соблюдать. Вот это главное. А если ты этого не умеешь делать, то ты не рок-музыкант. Я напомню вам Марка Нобфера. Такой рок-звезду такую из Dirt Straits. Прекрасная группа. Он разговаривает мелодично. То, о чем я и говорю. Что в рок-музыке мелодично говорят. Поэтому моего вокала мне достаточно, чтобы делать классную рок-музыку. Как бы это ни было кому-то смешно. Волощук. Скажите, пожалуйста, не ищете ли вы бас-гитаристов в вашу группу? Я повторюсь, что дети мои все учатся. Поэтому будем подбирать и гитаристов, и бас-гитаристов, и клавишников. Вот недавно я смотрел одну рок-группу из Владивостока. Бас-гитарист просто высший пилотаж. Высший. Вот такие мне нужны бас-гитаристы. Это я ему привет передаю. А недавно смотрел одного парня, который на гитаре играет. Он немножко стебанулся надо мной в эфире. Но, честно говоря, такой высокой техники. Я такой скорости игры на гитаре я мало слышал и мало видел. Высший пилотаж. Не помню его Ника, но я написал ему, что я восхищаюсь его техникой. Вот такие мне гитаристы нужны для того, чтобы сделать русскую рок-музыку международного класса. Как относитесь к творчеству Егора Летова и гражданской обороны? Ну, это выдающаяся личность в рок-музыке. Я могу говорить нравится, не нравится мне, но это выдающаяся личность, потому что человека такой с производительностью. Я мало видел людей, которые так много сочиняют. Да, мне не нравится поэзия, которая основана на злободневщине. В моем понимании это не поэзия. Когда злободневно там всех власть там ругать, еще что-нибудь такое. Путина там, не знаю кого. Для меня это не поэзия. Но, повторюсь, у человека огромная аудитория была, и он был влюблен в рок-музыку. Поэтому, как я когда отношусь к нему? Да прекрасно я отношусь к Егору Летову, к этой истории нашей рок-музыке. Да, у него не было возможности записывать чисто. Многие записи были прям с концертов. Но он не спал на ходу, а сочинял и играл беспрорывно. И поэтому у него такая аудитория прекрасная, огромная. Поклонника. Скажите, пожалуйста, не ищите? Так. Очень уважаю ваше творчество. Благодарю. Считаю, что... Да, может быть, у нас не так актуально и современно. Мы к этому идем. Мы работаем над звуком, над современным, над ритмикой. Повторюсь, будем набирать гитаристов, которые технику нам поднимут. Мы в любом случае будем идти в правильном направлении. Мы добьемся высокого класса современной музыки. Но и сейчас наше творчество очень приличное. Мне нравится. Не считаете ли вы, что такая зацикленность на классическом роке может завести музыканта в тупик? В мире еще много красивой и необычной музыки. Да полностью с вами согласен, что завести в тупик может человеку только сознание его, тупиковое. Когда он с шаблонами руководствуется в своей голове. А я в тупик не зайду никак по одной причине. Я доктор наук. Я научился развивать свои мозги беспрерывно. И я знаю, как не заходить в тупик. Я знаю, в какую сторону надо идти. Когда не знаешь, куда идти. Вот это самое интересное. Что люди многие не знают, куда идти. А я знаю, куда идти, когда не знаешь, куда идти. Поэтому в тупик не зайду. А красивой и необычной музыки у нас очень много. Вот даже из не наших, не давних. Ну как, они может быть и не давние. Но группа Short Paris, наша русская рок-группа, очень необычная. Я представляю, она тоже наверняка вызывает осуждение. Потому что очень необычно. Но это великолепное. Это настоящее искусство. Это не прет-а-порте. Это высокая мода. Великолепный. Парень, который сочиняет музыку и тексты, он искусствовед по образованию. Он прекрасно понимает, что такое искусство. И поют они правильно. Великолепная музыка. И поэзия великолепная. Настоящая поэзия. Даже о каких-то злободневных вещах они поэтично говорят. Но я так и не смог попасть на их концерт. Потому что их здесь, в России, не бывает. Они в Европе теперь их признали. Здесь над ними стебались и смеялись. И до сих пор смеются люди, которые далекие от рок-музыки. А это великолепная группа. Я не могу попасть на их концерт. Они здесь концерта не дают. Как вы относитесь к группе Sonic Dead? Я, честно говоря, не знаю, что это за группа. Но теперь посмотрю, послушаю. Спасибо, подсказали. Ты научился синкопа от слабых долей отличать. Ну, это у меня там один есть критик, который все мне рассказывает, что это отличается. Может быть. Но я на крайний случай напомню, что синкопа – это сдвиг акцента с сильной долей в слабую. Где лайт-выступление? Лайв-выступление. Я уже сказал, будет. Как только мы сделаем репетиционную базу и начнем репетировать. Будете ли вы устраивать кастинги вокалистов? Нет. Вокалистом буду только я, исключительно. На бэк-вокал – да. Пожалуйста. Главное, что вы делаете свое дело честно и без лицемерия. Да, это так. Я такой, какой я есть. Я не играю. Если я смеюсь, значит смеюсь. Стебусь, значит стебусь. Но я именно такой. Я не ханжа. Поэтому попытки меня поймать там на чем-то, что я декларирую правильные вещи, а сам другой внутри – нет. Я именно такой, какой я есть. И в рок-музыке как раз это самое главное. Быть тем, кем ты есть на самом деле. Честным до конца. Петь не умеешь – говори. Говорить петь умеешь – пой. Но честно это делай. Как относитесь к Black Strobe? Не знаю, кто это. Знаете, я просто скажу одну вещь. Мне тут задавали вопрос, когда вы все успеваете. Я успеваю еще и потому, что я стал больше писать и музыки, и текстов. Поэтому для меня стало лакомством, наслаждением, редким, удовольствием почитать книги, которые я раньше читал запоями и много читал, почитать стихи, послушать разную музыку. Я слушаю музыку, я много слушаю музыки, но не так, как хотелось бы. Хотелось бы больше. Поэтому Black Strobe, ну послушай, что это. Зачем Битлз пробовали психоделические вещества? Неужели без этого фантазии не хватало, ваше мнение? Ну, я думаю, что в молодости многие пробуют психоделические вещества, не понимая, что это вред здоровью и глупость полная. Никакого вдохновения они не приносят, никакие. Не начиная от наших традиционных, начиная от наших традиционных водки и вина, ни до более тяжелых. Никакого вдохновения они не дают. Только примитив какой-нибудь можно сочинять под влиянием наркоза. Только чистые светлые мозги позволяют двигаться вперед, а не топтаться на месте и сочинять что-нибудь все время новое. У вас будет рэп-альбом? Нет, никогда не будет. Я очень хорошо знаю, что такое рэп-музыка, уважаю многих рэп-музыкантов, но это другой стиль. Это не мой стиль. Мой стиль – это хард-рок. Вот я люблю хард-рок. Именно хард-рок. Его мелодичность, его осмысленность текстов. Не просто так Бобу Дилану дали Нобелевскую премию по литературе, потому что стихи приличные в рок-музыке, в хард-роке. А когда ты не понимаешь, о чем поют, а тем более мне очень нравится еще по поводу рэпа, как сказал Рома Звери из группы Звери. Он говорит, я не понимаю, зачем так много говорить? А у рэпера уже этот флоу нужно держать в большом темпе, и поэтому они говорят подряд, что попало, лишь бы рифма какая-то проскальзывала. Поэтому Рома Звери так и сказал. Мне понравилось, как он сказал. А зачем так много говорить? Если сказали смысл на три слова, а произнесли сто слов. Зачем? Какой смысл в этом? Вот за это мне нравится хард-рок. Что-то мне нужно болтать ни о чем. А у вас точно саунд оригинальный. Вы знаете, я каждый раз задаю вопрос встречный этим людям. Назовите, на кого я похож. И эти люди исчезают. Вот они стебутся над нашей рекламой. Когда там говорится, это полифония. А разве не полифония? Если у нас как минимум задействовано десяток инструментов, каждый с разной партии. Две гитары это минимально в нашей рок-музике. Она минимум двухгитарная. Бас-гитара, барабаны, перкуссия. Минимум два синтезатора. Минимум два бэк-вокала. Каждый со своей партии. Это не полифония. Это что-то другое. Это очень смешно. Или я говорю, у нас оригинальный саунд. На кого мы похожи? Когда я задаю этот вопрос, люди исчезают. Ответа нет. Я говорю, ну приведите пример, на кого я похож. На кого? Кому я подражаю? Ответа нет. Поэтому, как вы сами думаете, оригинальный у нас саунд? Если найдете, на кого я похож, напишите мне. Опозорьте меня. Как вы относитесь к политике в музыке? Я повторюсь. Злободневщина, которую пытаются всунуть многие наши рокеры в свои тексты, это не поэзия. Поэзия – это не о злобе дня. Поэзия – это об ужасе дня. Вот что такое поэзия. Ужас, что происходит. Печи Бухенвальда. Вот поэзия. Когда о них пишут. А не то, что там вот ту пенсию кому-то не повысили. И правительство плохое. Но я хочу сказать другое. Что настоящая политика, человек занимается политикой именно там, на своем месте. Вот я занимаюсь в рок-музыке политикой, потому что я хочу ее изменить в лучшую сторону. Я хочу вернуть наши традиции интеллектуального рока. Машина времени, автограф, круиз – великолепные. Аквариум тот же. Пикник. Ну, классная музыка, классная поэзия. Вот что я хочу возродить на новом витке, на новом этапе. И это и есть политика. Когда ты вокруг себя меняешь что-то, а не ходишь на митинги, горлопанишь, лаешь на власти с кустом. И менты плохие. Или там убить мента, там кричит эта из психеи. Ну, просто глупость полная и все. Вот это политика. Когда ты меняешь жизнь вокруг себя, в своей профессии. Вот это смелость. Настоящая. Гражданская. Блин, меня не критикуют. Что делать? Дайте ссылку на ваши песни, я покритикую. Но я именно покритикую. Потому что критиканство и критика – это разные вещи. Критика – это конструктивность. Это синоним конструктивности. Когда критикуют твое творчество, то тебе подсказывают, как сделать. Даже если тебе это больно и неприятно. Я всегда благодарен за хорошую критику. Но ее практически не бывает. Так пару человек меня в стихах покритиковало. Это мне очень помогло. Я изменил сочинение стихов благодаря этому. Я им очень благодарен, этим людям. А когда люди пишут, твоя музыка – дерьмо. Ну, это разве критика? Ну, это смешно. Поэтому дайте мне ссылку на ваше произведение. Я вас прокритикую. Не в том смысле, что обкакаю. А в том смысле, что скажу, в каких местах вы отклоняетесь от стиля. Если отклоняетесь. Может, у вас прекрасная музыка. Тогда я скажу – все великолепно. Я аплодирую вам. Что сами любите читать? Когда я чем-либо занимаюсь, то, конечно же, у меня целенаправленное чтение. Я подбираю литературу, когда я исследую что-то. Ну, допустим, я занимался исследованием критериев рок-музыки. Я исследовал литературу по стилям. Я исследовал литературу по жанрам. Я исследовал литературу по ритмике. Ну, и так далее. Я исследовал, делал сравнительный анализ английского и русского языка. Поэтому это было целенаправленное чтение. А просто если читать, то я, как и любой человек, читаю, что попало. Вот что под руки попалось и понравилось, то я и читаю. Поэтому, ну, я, конечно, предпочитаю читать хорошую литературу и хороших известных писателей. Ну, вот. Поэтому, ну, что из последнего читал? Ну, допустим, Людмила Улицкая «О теле души». Прекрасный сборник рассказов. Дмитрия Быкова прочитал. Максима Горького. Из жизни замечательных людей. Быков вообще, Дмитрий, великолепные делают биографии. Пастернака, Горького. Там не просто биография. Читая такие биографии, ты понимаешь, как правильно писать. Как правильно писал Горький. Как он добился высокого результата и популярности. Как Блог писал. Великолепные рассказы. Ну, вот недавно прочитал книжку. Потратил столько времени. Четыреста пятьдесят страниц. Четыреста пятьдесят страниц. Я аплодирую, конечно, Артему Владиславовичу Грондареву. Но я вот осилил вот эту книгу. Она называется, это «Элайджа Уолд». «Элайджа Уолд. Как Битлз уничтожили рок-н-ролл». Вот пишет ее «Элайджа Уолд», профессиональный музыкант, гитарист, который записывал, играл в группах и записывал различные пластинки даже свои. Вот на четырехсот пятидесяти страницах этот профессиональный музыкант не дал ни одного определения, ни одного стиля. Он начал исследование от рок-тайма начала века, прошлого века, и закончил рок-н-роллом. Прошел через джаз, через блюз, через кантри, ни одного определения. Это я возвращаюсь к тому, что у нас отсутствует теория современной музыки. Ни в консерваториях ее нету, ни в Гнесинке, нигде нету, на Западе ее нету. Хотя мне рассказывают, что там есть целая академия рок-н-ролла. Теории нету. Я происследовал все, я не нашел ничего. Поэтому вот эта книжка. Вот человек потратил столько времени, сколько лет он ее писал. Он сам не понимает, в чем разница между стилями. Потому что он не может дать отличия. Я вот читал, читал. Ну хорошо, а как рок-тайм перерос там в следующий стиль? Ответа нет. Непонятно. Что так? Ну что еще? Ну из поэтов, из последних. Что я прочитал? Астахов. Ах, Астахова. Прекрасная поэтесса. Очень много глубоких стихов. Очень много. Прекрасная поэтесса. Прочитал недавно Александра Степанова. Это рэпер Саша Эсте. Это настоящий поэт. Прекрасные стихи. Прекрасные стихи. Я потом начал читать и анализировать его тексты, его песен. Он же рэпер. И вот, конечно, они отличаются. Поэзия отличная. А рэп, вот это все в кучу туда свалить. Обо всем рассказать в каждой песне. У них у всех так. Как Семироды. Но из МС. Все обо всем. В каждой песне. То есть, когда человек говорит обо всем, то это значит ни о чем. То есть, поэзия у него отличная. К его песням у меня... Ну не то, что претензии, но и мне не понравились. А поэзия прекрасная. Степанов. Ну, читаю часто, перечитываю Вислову Шимборскую поэтессу. Прекрасно. Нобелевский лауреат. Польская поэтесса. Высший пилотаж. Просто высший. Чеслав Милош. Нобелевский лауреат. Отличный. Ну, Бродский, понятно. Это у меня, я уже говорил, настольная книга. Диалоги с Иосифом Бродским. Соломона Волкова. Потрясающая книга. Если хочешь разобраться в поэзии, то эта книга просто должна быть настольной. Великолепный теоретик по поэзии. И вообще с правильным взглядом на мир. И самое главное, самый настоящий русский человек. Несмотря на то, что его здесь издевались над ними, выслали его. И все подряд, он так и остался русским. Самый настоящий. До конца русским остался. Человек. Русским поэтом. Великим. Но я еще очень люблю, конечно, философскую литературу. Без нее глубины не будет. Если ее не изучать, не читать, глубины не будет никогда. Я, конечно, не углубляюсь в такие дебри, как Киркегор и еще кто-нибудь. Но таких поэтичных философов я люблю. Таких, как Хосе Артега и Гассет. Потрясающий. Его знаменитые, допустим, две главные метафоры. Его, допустим, размышления о Донке Хуоте. Восстание масс. Потрясающе. Насколько актуальная вещь. И уже скоро сто лет. Потрясающе актуальная вещь. Восстание масс. Значит, Жан Бодрияр прочитал недавно его сборник эссе Америка. Высший пилотаж. Глубоко и очень поэтично. Ну, классные вещи. Ницше, так говорил Заратустер. Перечитываю периодически. Великолепное произведение. Очень глубокое. Это к вопросу о том, что я читаю. Расскажите о своем распорядке дня. И какое время лучше всего подходит для творчества. Ну, здесь для каждого разное. Я, допустим, жаворнок. Я встаю в 4 утра. И пока мне никто не мешает до 9. Я очень много успеваю сделать. Очень много. А потом, помимо рок-музыки и поэзии, еще есть жизненная необходимость делать. Ну, и работу какую-то. И детям помогать. Еще что-то. Поэтому, в основном, я работаю по утрам. Вечером не могу работать. Вечером я придумываю ответы на стебные вопросы моих комментаторов. Придумываю и прикалываюсь. Это, честно говоря, мне доставляет такое удовольствие. Придумать оригинальный ответ на стебный вопросик. Спасибо хейтерам, что предоставляют мне такую возможность. Кем работал? Таким я только не работал. Начинал плотником в строительной компании, потом слесарем на драге, которая золото моет, потом аппаратчиком на кислородном заводе, где разделял воздух на кислород и азот. Потом студентом, по совместительству с садчиком кирпичи сажал на кирпичном заводе, подрабатывал. Когда аспирантом был, подрабатывал на Останкинском мясокомбинате грузчиком. У нас была бригада. Над нами смеялись эти грузчики постоянно, потому что в нашей бригаде 4 человека. Я был аспирант, был один кандидат наук, один доцент и один даже профессор. Жрать было нечего, в 90-е годы начало. Поэтому мы там подрабатывали все кучей. А вот эти ребята, которые грузчики по профессии реальные, они над нами хохотали. Еще знаете, почему хохотали? Потому что мы не воровали, мы же интеллигенты. Они нас и обыскивали. Каждый раз мы выходили из комбината, они устраивали опыск, общупывали нас, куда мы запрятали это мясо. Но это было ниже нашего достоинства воровать. Они этого не понимали. Это к тому, как люди воспринимают рок-музыки, когда шаблоны в голове. Они дойти не могут, что люди могут руководствоваться своей жизнью идеями, а не корыстью. Как вы сделали такую крутую дачу? На это ушло очень много лет. Очень много туда вложено труда и средств. Это было голое место, пустое, пустырь. Более того, это была свалка строительного мусора. Поэтому она нам недорого досталась, но туда пришлось вывозить тонны всякого строительного мусора, какие-то балки, какие-то железяки. Там не было ни одного деревца. Вернее, одно было в руках. Там была одна рябинка росла. Вот маленькая рябинка. А теперь там и сад есть, и лесопарк есть. Все есть. И аллеи всякие есть, и кустарники. Все есть. Все сделали. Но это многолетний труд. И в первую очередь, конечно, это благодарность моей супруге, которая этому уделяла очень много времени и делала всю эту красоту. Ну и плюс дизайнеры всякие, и ландшафт-дизайнеры, и дизайнеры, которые здания нам делали в английском стиле. А мы в это время работали, не покладая рук, чтобы заработать на это денег побольше. Ну что... Иногда я смеюсь над вашим торчеством, как при посмотре КВН. Ну и дай бог вам здоровья, если мы вызываем у вас приятные эмоции. Потом будет не до смеха, когда сам сочинять начнешь. Ты там написал, что закончил музучилище. Ну, дай бог тебе удачи. До конца эфира у нас осталось несколько минут, а я обещал разыграть приз. Вот эту кружку для пива с логотипом группы Волощук СД. Выполняю свое обещание. Вот эта прекрасная кружка достанется тому, кто первым приведет мне в комментариях образцы современного русского хэви-метал-попса-шансона. Это когда скрижечут на гитарах и колотят по барабанам, как хэви-металисты, а поют в такт, как это делают попсовики или шансонщики. Вот 101-е мне предоставляют, только современных, не старых, современных. Я хочу знакомиться с хэви-метал-попса-шансонщиками поплотнее. А в следующем прямом эфире я готов критически разобрать эти примеры. На этом завершаю. Благодарю всех за интерес к моему творчеству за время, уделенное просмотру данного стрима. Надеюсь, что вам было интересно. Прощаюсь со всеми. Жду беспощадную критику моей теории и напоминаю, что надо обязательно подписаться на наш канал, чтобы точно знать критерии рок-музыки слушать классический, аутентичный русский рок со смыслными текстами и морально поддержать начинающего рок-музыканта и рок-поэта Волощука СД. До свидания, друзья! О существенном и важном О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук СД С вами говорит стихами О существенном и важно Доктор Волощук СД 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 СД